У нас бурголовный эксклюзив и никакие повторения. Можем сегодня поиграть в импровизацию. Вы мне кидаете три вопроса, и я просто говорю то, что из меня выводит. Интересная такая игра? Фристайл, фристайл. Мы все предприниматели из-за этого, что выходит, это обычно прожитый через практику, прожитый через реальные кейсы. Еще, кстати, Дима сказал, что этот зал способен 20 тысяч подписчиков мне добавить. Я сказал, что это невозможно, никогда в жизни. Никогда в жизни это не произойдет. Он сказал, что тысячу подписчиков в минуту этот зал создает. Нет, потому что, конечно же, у меня цель в этом году. Я поставил цель стать номер один предпринимателем в мире, который создает ценность для других предпринимателей бесплатно. Мне кажется, что это берется миллионов пять-десять. Не мы подписчиков, наверное. Давайте, ребята, попробуй работать та часть мозга, которая отвечает за действия. Задайте мне какие-то слова или вопросы, что вы хотите услышать. Какие ключевые цели на этот год? Если новый проект бы запускал, как собирал бы команду? Поскольку важно для тебя семья и как на тему тигра? Очень интересные вопросы. Смотрите, в этом году я пустая. Мне пришла новая осень. Я недавно осознал, что я предприниматель могу быть всю жизнь. Предпринимательская активность и бизнес – это та активность, которой можно заниматься в 40 лет, 50 лет, 60 лет. Мой отец, например, сделал свой первый бизнес в 66 лет. Недавно, у меня очень много знаний, которые создавали бизнес после 60 лет, даже в 60 лет. Недавно, по-настоящему, Кокуре, в Германии создал бизнес 67 лет, часу 87 лет. Он построил два миллиарда бизнеса уже после того, как он вышел на пенсию от своего государственного должности. И, соответственно, бизнесом можно заниматься всю жизнь, а отцом, отцом детей, которые у меня сейчас дети, между людьми, да, и 15 лет, я могу быть только сейчас. Если вас заинтересовала индустрия онлайн-школ, чтобы продавать свои знания и знания своего эксперта, и вы хотите узнать, как это сделать, получите пошаговый план и список актуальных ниш в этом году. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». Ссылка в описании под этим видео. Кликайте, переходите, регистрируйтесь. Только сейчас, да? Поэтому я тоже свою жену успокаивал. Я всегда, моя жена, она тоже делала карьеру, была врачом, а потом трое детей, многодетная мать, я постоянно ее разговаривал, шумы удалил, все делал как надо. И она выпадала постоянно, создавала что-то. Потом, пока я продавала, она свой бизнес продала из-за второго ребенка. А я не успокаивал, говорю, Таня, смотри, тебе сейчас 35 лет, когда наши дети все выросли, тебе будет свой 60 лет. А мы будем все сейчас, если кто не будет стараться сильно иначе сделать, мы должны жить, в принципе, до 100 лет, достаточно в хорошем здоровье. Поэтому ты говорю, у тебя с 50 лет до 60 лет сможет сделать карьеру. А на первом университете в Кермании все женщины, которые получились, им сейчас 37-38 лет, нет детей. Нет детей. Они сейчас делали карьеру, а потом уже детей не смогут сделать. Не будет детей. А в принципе, если бы они сначала говорили, ну, я бы так своей жене объяснял, говорю, смотри, ты в 50 лет будешь в школу свободной, дети нас будут игнорировать, да, даже если бы в отпуск вместе поедем, мы их победим два раза. И мы можем заниматься свободным бизнесом. И так я и рассказывал, пока я не понял, что это, в принципе, касается и меня тоже. Потому что, почему, я, например, понятно, что был первый этап становления семьи, да, я заработал достаточно денег, чтобы никогда больше не работал, ну, вообще, здесь семей, не знаю сколько. И поэтому, а потом продолжал, по привычке, ну, просто потом уже 100 часов работы, потом уже долго продолжал, потом, ну, я же немец, а немцы у них, да, где фикс, работается, да. И получается, вот, это моя новая идея. Идея, в принципе, в том, что я могу инвестировать, я могу быть на советных директоров, я могу снизить, набирать от 100 часов в неделю до, например, 50 часов в неделю. Свою бизнес-активность, я все равно успею много, да, я просто, может быть, не буду так сильно в процессе, я могу все это время отдать детям, потому что я недавно, например, забираешь детей из садика, да, там, у нас там прекрасный садик, какой-то костер делают, какие-то жаришься с сиськи с детьми. И ты просто в этот момент понимаешь, что если ты эти моменты пропустил, это все. Ты никогда эти моменты не вернешь, да, потом будешь 15. Из-за этого я решил в этом году очень большим фокусом сделать все, что связано с семьей, все, что связано с отцовством, быть хорошим отцом, быть хорошим мужем. И это мне делает, потому что очень много счастья, поэтому сразу на эти две недели в Бали я вообще не работал, это первый раз я обычно в 6 часов утра встаю, до 8 все обрабатываю, а потом уже с семьей. А в этом отпуске я так не делал, и, кстати, мозг работает по-другому, да, если ты утром не начинаешь, я сразу совсем писть, поэтому, как это для меня выглядит, я так все делаю чательно, одна система, в этой одной системе, в одной системе цели, есть и семейные цели, я 10 более, я хочу, у меня 10 дисциплин, я хочу быть хорошим мужем, это первая моя роль, я хочу быть хорошим мужем. Спасибо. Это отношение, это вот третья дисциплина, это то, ну, потом у меня это здоровье, я хочу быть спинтером, да, я хочу быть быстро бегать, быстро повести, быть здоровым, в хорошем теле, и дальше у меня бизнес-цели, это активный наход, пассивный наход, да, то, что когда уже деньги, деньги зарабатывают тоже деньги, да, это очень много, кстати, деньги могут зарабатывать даже больше, чем люди, в какой-то момент. И дальше развитие предпринимательства, и так меня обычно затягивают в такие мероприятия, как, ты же ставил цель развития предпринимательства. Вот у нас целый зал, гиперактивный, выполняй свою миссию. Если вас интересует онлайн-школа, но много вопросов и сомнений, у акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. А в чат личной жизни импровизация. Правильно? Ну просто как бы. Живем, как живется. А потом я в какой-то момент, как лет назад, беру свою часть системы. Как это выявить, например, если я ставлю цель. Например, дети, да, дети. Я хочу быть хорошим отцом. Что это значит? Значит, у меня должен быть, во-первых, наставник по отцовству. Кто-то, кто очень меня вдохновляет. Во-вторых, я должен время выделять, не думать. Думаю, все думать, думаем, какие идеи можно геребить, что можно сделать детьми. Построить дом в деревьях, еще что-то там. Делаю какие-то списки, с ними встречаясь, обсуждаем. И создаем, ну, то же самое, что в бизнесе, да, идеи, а потом и к секлушной, и к секлушной, к секлушной. Соответственно, в этом году у меня... В прошлом году я поставил 100 целей. В конце года на 5 лет. В цели ставлю на 5 лет, потому что я вижу, что это долгосрочность, а не будет не быстро. Но дедлайны ставлю короткие. И 100 целей, которые поставлю на 5 лет, 56, я буду только в тошном году. Очень неуспешный год. По спорту вообще сделал все. Вообще очень хороший год. И как в этом году я понял, что у меня уже 44 места освободились, и я их опять запомнил. Соответственно, теперь у меня опять 100 целей. Опять 100 целей. Но эти цели теперь я переместил фокус на семью, отношения и как бы... Я в прошлом году очень сильно продвинулся в спорте. Очень сильно. Да, я никогда не думал, что я смогу через 6 лет пробежать 100 метров быстрее, чем я бегал в 18 лет, когда я был абсолютным спортсменом. Я был просто, ну, сумасшедший спортсмен. И недавно пробежал за 11,6 секунд 100 метров. И 60 метров за 7,2 секунды. Это очень хороший результат. Я не планирую там, обычно когда, например, я мало работаю, и когда у меня чувство вины, в пятницу меня так воспитывали. У меня же дедушка мой и все мои дедушки. Они работали седние недели. У них не было никогда. Жизнь, просто всегда работали. Мой отец, он уже был лучше, он работал 6 недель. В воскресенье работал в субботу. Я всю жизнь помню, как в субботу он сидел с утра. Он просто не в офисе сидел, он сидел дома и работал весь день с утра. Из-за этого у меня, например, в пятницу будет. Если у меня чувство вины, я думаю, чувство вины, что я недостаточно, что я не уставший, да, я как бы. Не устал, как будто я должен с лопатой копать. Если у меня чувство вины, что я мало работал, то значит именно 50 часов. Я должен наладить себя до максимума. Из-за этого я должен себя примечить меньше работы. И более эффективно, чтобы час, каждый час мое время был такой, ну, соответствовало тому, что на самом деле должен стоить. По привычке мы продолжаем делать то, что делали раньше, приемы, которые делали раньше. В общем, так выглядит мой план. Я хочу быть 10 боксов. Я хочу быть хорошим в этих 10 дисциплин. Поэтому я жертвую быть чемпионом каждой из этих дисциплин. Потому что если взять чемпиона мира по 10-борью, он в каждой дисциплине на 5-10% хуже, чем тот человек, который занимается только этой дисциплиной. Вот сейчас недавно Майкл, хэккер, по-моему, француз, побил рекорд мира по 10-борью, который стоял 20 лет, он бегает 100 метров на 10-6 секунд. Кустаринбол первые за 9-5-8, да? Существенно быстрее. Но если взять 10 видов спорта вместе, он номер один в мире. Он номер один в мире. Он номер один в мире. Но ни в одной дисциплине он не выигрывает тому, кто занимается только этим. Поэтому я говорю своей жене, Танюша, я не буду самый лучший, не муж в мире. Да? Я не знаю, по какому выглядит этот идеальный муж. На бумаге. Красивый как итальянец. Системный как немец, богат как китаец. Не знаю, какая комбинация свойств. Но я говорю, Танюша, я наверняка есть где-то в мире, я уверен, какой-то муж, который только муж, и он просто совершенствовал. Я с ним конкурировать не могу. Она иногда и показывает, говорит, смотри, вот это. Я говорю, да. Я бесстыборец. Я бесстыборец. Но. Но. Я достаточно хорош. Я, как бы, в аналогии, как бы. Я хочу быть чемпионом мира по дисстыбору, поэтому я, как бы, не муж на 20 секунд. Да? Я хотя бы там 206. Я все-таки достаточно. Я вхожу в топ-1% лучших мужей в мире. Но. С самого 0-0-0-0-1% я не дотягиваю, потому что я ввести болец. То же самое в спринте. Я, например, в спринте, в гребле. Я сейчас, например, делаю 100 метров за 15 секунд. Чемпион мира он делает 13-9 секунд. На одну секунду убрать очень тяжелую, да? Но он занимается только греблей. Всюю жизнь. Он вообще мутант. Он мутант. Он мутант. Он рожден, да, греблей? Ну, в инстаграмме только греблей, ничего нет. Весь инстаграмм я гребу. Вот так. Я не могу с ним конкурировать. Но я достаточно быстро гребу. Топ-1% мира. Я вхожу в России в топ-2 тысячи самых быстрых мужчин в России. Побегу, например. Но я не могу войти в топ-10, потому что там эти сумасшедшие. Не только бегут, они другие, чем я. Я с ними на стадионе встречаюсь, они другие. Они приходят в стадион, они делают 40 раз в километрах утром. Потом ложатся спать прямо в стадионе. Потом просыпаются и делают еще на 40 раз в километрах. Я говорю, вы какие-то дауны или что-то. Просто одно и то же. Весь дверь, да, весь дверь. У меня нет, да? Из-за этого я жертвую чемпионством. Я достаточно хорош. И так во всем. Так это в бизнесе. В бизнесе. Я сейчас вошел типа в топ-1000 самых богатых немцев в мире. Да? Это я не в топ-10. Я не топ-100. Я мог бы сейчас все свое время, которое у меня есть, тратить, чтобы войти в этот. Это, ну, топ-1000 это уже, ну, очень, это уже 0-0-0-0-1 процент населения в земле, да? Соответственно, я зарабатываю там в год как тысячу нормальных семей, да? Ну, какой-то сумасшедший бизнес. И я могу сейчас посвятить себя и сказать, я буду 10 лет усердно работать как сумасшедший, чтобы от позиции 1000 дойти до позиции 50, да? И потому что там я конкурирую с людьми, другими, они только бизнесом занимают. Реально, как, есть люди, которые, они помешанные, они, когда у меня есть люди, которые, когда у меня есть люди, которые как-то там с детьми в садике, сосиски жаришь? Я как бы стратегии компании делаю, да? У меня не они жарят, все нормально, а я, ну, они даже, ну, ты конкурируешь с такими людьми, да? Ты конкурируешь с такими людьми, которые даже некоторые детей не заводят, чтобы они не вмешали. Ну, как бы, я говорю, что, что влияет, каждый должен слушать самого себя, когда ты думаешь, что будет делать меня счастливым? Сдвинуться в списке Forbes еще 40 строчек, да? Или я хочу быть более разнообразным человеком. Меня будет сделать более счастливым, если я, например, запущу еще YouTube-канал, да? YouTube-канал – это же тратное время, я же трачу время на YouTube. Это время не трачу на бизнес, правильно? Мог бы тратить это время. Я 10% своего времени потратил на бизнес, на YouTube. 10% времени – денег, самое главное у меня еще и YouTube вытащено, так как я там месяц туда денег еще добавляю. Получается, это 10% того времени, 10% моих денег уходит в YouTube, но это приносит мне удовольствие, радость, и я хочу быть таких. Я для себя предел, я хочу быть. Я хочу быть чемпионом мира в 10-ти борьбе, в которой я сам с тобой буду. Как, кстати, делают все богатые люди, они хотят быть чемпионами, они делают какой-то вид спорта очень редкий. И очень дорогой, которому недавно я тоже был знакомый, он очень богатый человек. Он говорит, я стал чемпионом мира, можно что-то знать. Я говорю, в чем? Он говорит, есть такой спорт на яхтах, или 4 яхты прибывают через Атлантик, там присаживаются в огромное количество джипов, проезжают еще 500 км, потом на лошади и на лошадях. В общем, чтобы участвовать, огонь стоит 20 долларов. И их там трое конкурентов, каждый год кто-то из них побеждает, и все они чемпионы мира. Нет, первое, второе, третье. Все такие нападают, и все. Поэтому, я думаю, что это так, да, я, кстати, очень уважаю людей, которые могут заниматься только от меня, если бы, например, я только ставлю себе, я буду только ютубом заниматься каждый день, мне от этого тошнит будет, да, мне не нравится. Я знаю, в ютубе, я рядом никто, я в ютубе никто, этот Кьюди Пай, Кьюди Пай, вы знаете этого Кьюди Пай? Да, да. Он каждый день растет на 200 тысяч подписчиков, он каждый день растет на Оскаре. Я здесь встречаюсь и говорю, «Оскар, сколько у тебя подписчиков?» Он говорит, «Пожди, вот только что сколько добавили». Пока ты говори, у меня 200 тысяч раз добавили. Поэтому, я говорю, я достаточно хорош, я, наверное, топ-1% бетуберов мира все равно вошел. И в этом году я поставил у Энтони Робинцев по 500 тысяч подписчиков, когда решил, что надо его обойти на этот день. И стараться мне полностью заверить что-то. Вот такая у меня, давайте, новые слова, а то я не буду вечно про эти цели. Можно вопрос? Кем ты являешься по отношению к этому миру в свой последний день жизни? Твое состояние? Топ-1 мертвецов. Нет, я всегда хочу отвечать коротко, но потом я задаю такой вопрос. Что делать тебе? Я недавно прочитал книжку, которая краткое задержание всех философий человечества по поводу смысл жизни. Что за книжку? Минимумфлайк называется. Перечень, она именно смысл жизни. И именно, начиная от Аристотеля, Стойки, Конфуции, Мудизм, Митву, все-все-все-все до современного, и все мысли, которые когда-нибудь... Потому что люди уже думают про смысл жизни, сколько существует, как бы особенные люди, да? И вот все мысли, которые были по этому поводу, собраны в одной книге, ее примерно читают 20 часов, и это потрясающая книга, очень рекомендую. На русском? И так как раз про последний день жизни, да? Потому что все философии, которые были к человеку, все философии, они очень разные, но у них есть несколько общих вещей. Первое общее, они все говорят про последний день, ну, конечность жизни. Все, кто думал, когда-нибудь у вас нету жизни, почему-то думают всегда о последнем дне. Ну, что будет конец. Было бесконечное время до тебя, будет бесконечное время после тебя, и его посередине какой-то вспышка ты, и это, в принципе, обменяет все философии, что вот это мышление, да? Второе, что обменяет все философии, это что человек очень сильно зависит от социума. Человек – социальное существо, и смысл всех, кто думал о смысл жизни, обсуждали его в рамках того, что человек связан с другими людьми, да? Семья, община, там, деревня, та роль в обществе и в государстве. В общем, я сейчас не буду тебе рассказывать всю книгу, но мне ближе всего из всех философий – арестованных. мне очень нравится это. Все, что он говорит, мне нравится. Все абсолютно. Что у всех садиков мне часть нравится, а потом начинается какая-то фигня, да? Вот как здесь химика, да, буддисты. Тут все хорошо, они такие добрые, все, а потом они верят, что жизнь начинается только после смерти, и из-за этого они иногда очень тропятся умирать, да? Быстрее идут. Вот у меня там тренер по социуму, я говорю, «Ты куришь целую пачку, пока мы катаемся?» Он говорит, «Да, да». Я говорю, «Все другие будут социумить, а ты уже грешь?» Он говорит, «Слава Богу!» Они будут завидовать мне, да? Философия его, философия, что все хорошее, да. Про Аристотель и Корско, почему мне нравится Аристотель? Потому что он считает, что человек приходит в мир как исходный материал, как что-то, что нужно преобразить во время жизни. Аристотель считает, что надо работать на выполнение своего потенциала. У каждого из нас есть потенциал, да? Вот ты пришел в мир, у тебя заложен какой-то потенциал. И ты его реализуешь, или нет. У нас заложено огромное количество потенциалов, да? И мы обычно уходим из жизни с большинством этих потенциалов не реализовываем. А если он говорит о том, что надо всю жизнь развиваться, до конца жизни, до последнего момента, да? Мне очень нравится это, мне нравится развиваться. Не потому что есть боль, а потому что плохо. Мне не плохо, мне хорошо, но я все равно хочу развиваться. Да, потому что мне хорошо, мне хорошо, пока я развиваю. И, конечно, я думаю, до конца жизни я планирую стать миллионером в часах. Позже. Кто быстро посчитает, сколько это? 114 лет. Человек, который прожил 114 лет, стал миллионером проживших в часах. Это намного круче, чем другими миллионерами. У вас там как называется курс? Дима всегда называет курс, заработали ли он через день без усилий, предварительных знаний и работы. Мы так немцы не умеем, мы пока знаем только как с большими трудами. Но, кстати, я ел в часах. До этого, смотрите, я думаю, что мне нравится в жизни то, что мне приносит огромное удовольствие. И то, в чем я ошибался, когда я был молодой. Нас раньше учили, что после университета ты выбираешь, делаешь выбор, кем стать, и это на всю жизнь. И поэтому этот выбор очень пугает. Это как жену выбрать, да? Пугает. Ну, это хорошо. Потом, когда он посмирился, сука. Но... Нет, это такая... А справиться еще хуже, да? Чего больше пугает? Где ты станешь? Где ты бегут? А оказывается, можно стать не только одним, да? Возьмите тебя, Вида Богославского. Ему было 50 лет, он был ученым, академик, советский союз. И тут все было типа, потом раз, решил стать импортером компьютера. Стал самым большим импортером компьютера, бизнесменом, да? Потом он сказал, а я теперь хочу быть инвестором. Стал инвестором. Стал самым успешным инвестором в России. И глажил я, как сказать, хейлру и так далее, на ленинг-диспанских. Я думаю, вы его все знаете. Потом он самый успешный инвестор и может всю жизнь быть успешным инвестором. Тут он в 60 лет говорит, а я хочу еще кем-то стать. Я стану спонсменом. Пошел в триатрон. И начал выигрывать триатроны. Третье место в стране в Коне. Третье место в мире в своей группе. И стал еще спортсменом после 60 лет. И ты не встречаешься, а кем я могу еще стать? Кем я могу еще стать? Вот я не думал, что я могу стать ютубером. Вдруг стал. Вот оказалось, что я не очень дисциплинировал. Мне нравится такая мысль, что еще новое, что кем можно стать? В конце своей жизни я хотел бы иметь такое чувство, что я сделал все, что от меня зависит. Оскар, скажи, пожалуйста, какой твой распорядок идеального твоего дня? Это очень хороший вопрос, потому что я считаю, это очень большая ошибка думать про идеальный день. Потому что большинство людей когда-либо про баланс, да? Люди хотят баланс. Ну все хотят сомаш-плазгами внутри. Все. Все хотят баланс. И все иногда чувствуют на работе, что они умирают. О, чувства вины. Все женщины, у которых дети, сидят на работе, у них чувства вины по поводу детей. Потом есть другие мамы, которые в инстаграме показывают, как на самом деле надо быть мамы. Потом они дома и чувствуют вины по работе. Ну весь день чувствуют вины. Все хотят баланс. Теперь. Как люди думают, как должен выглядеть мой идеальный день. Вот так он должен выглядеть. Хорошо. Я проснулся в 6 утра. Сразу с хорошим настроением, чувством, полной витальностью, энергии. Возбудил свою жену, поцелуем. Мы позанимались любовью 20 минут. Потом пошли завтракать, где нас очень хорошо с людьми дети, уже приготовили для нас завтрак. Мы вместе позавтракали. И очень с глубоким смыслом обсудили, что оценки не так равны. Хорошо. Отправили в школу. Я прошел за ручку в школу. Отравил, был дочку с поцелуем. Всех распределил по местам. Очень хорошие школы, очень хорошие места, где они развиваются. И тут я пошел на спорт. Отравил идеальный тренировку. Убрал телефон, оставил угодно и балки. Очень хорошо, мощно поработал. Хи тренировка. Выполнил как бы все свои цели в спорте. Видно в душу. Чувствовал себя еще лучше. Тут я пошел на обед. Конечно же с хорошим группом, который давно не видел. Мы очень хорошо это поговорили. О жизни, вспомнике, друзей и так далее. Хорошо. Тут я вернулся в офис, пробел 6 абонентных встреч. Сначала стоп менеджмента, потом справление. Провел совет директоров высокого уровня. Подумал про стратегию, про пятилетние планы. Сделал несколько коротких, быстрых таких вещей. Чувствовал выполнить все цели дня. И тут я умею. Проснулся. И тут я открываю свой телефон. Я смотрю на рот своего очков и за день. Улыбаюсь и понимаю, что я могу еще встретиться с женой. Как в спонтанном месте. Потому что утром я оставил их записку. Там ей любимая обувь. Она и пошла, обрадовалась. И она пришла туда идеально одетая. Еще раз позанимались любовью. Потом пошли встретить с друзьями по концернале. Поварили до душета. Вернулись домой. Уложили детей почитаемую сказку. Дети смотрели на нас, сказали. Ты сам, мой лучший парень. Я надел свою кору ринг. Сделал комнату холодной, темной, увлажненной и лег спать. И так каждый день. Наши, ты сам, мой лучший парень. Да? И... Я не могу сказать, что у нас был какой-то один. А что я сказал, нам рады. Да, смотри. Пока у нас будет такая модель идеальная дня, мы будем не счастливы до конца жизни. Да? Потому что это тем никогда не наступит в голову. но а я думаю было я думаю у вас намного более восстанавливающий день потому что если говорить про планирование планирование жизни большинство людей надо больше время рассматривая инстаграм-ленту людей которые любят чем планируют свою жизнь потому что в принципе если взять тоже нарисовать свою жизнь все дни или все часы например миллион часов взять миллион часов и сделать миллион крестик или что-то, миллион кубиков и сказать я планирую свою жизнь и в принципе я хочу жить балансированной жизнью и если вот этот идеальный день растянуть не на отдельный месяц я хочу как минимум один раз в три месяца действительно видеться с своими друзьями которые я себе определил как лучших друзей те кто я определил как лучших друзей я хочу с ними хотя бы видеться раз в три месяца и распределить это как-то договориться, какой-то ритуал создать например не с отцом я хотел бы видеться хотя бы раз в неделю лично вот пока потому что иначе если мы например только встречаемся на Рождество я потом в какой-то момент с мамой встречался два раза подряд только два раза в год потому что мы раздельно живем и потом я понял если я так не буду продолжать и тогда у нас осталось только 40 встреч это все что есть мне так стало грустно и баланс приходит если ты делаешь план например может ли человек иногда три дня беспрерывно работать если есть какая-то возможность и надо взяться за этот хвост и пробежаться иногда надо три дня только работать но если ты знаешь что в твоем плане есть скоро да скоро есть места где ты можешь отдохнуть восстановиться и так далее она говорит я до Бали сто дней без выходных работ потому что я знал что у меня скоро Бали и я открою здесь как бы я новым выложился и моя семья знала например моя жена говорит когда я ухожу в такой туннель она говорит Оскар напишите смс когда ты вернешься я говорю 26 декабря я возвращаюсь это не тоже хорошо потому что она знает это время да не навсегда и получается балансированная жизнь балансированная жизнь она все-таки например есть понятие пенсии большинство людей кто например кликает не очень многие ставят цель чтобы зарабатывать и не работать больше да чтобы деньги жди а ты не работай это хорошая цель финансовая жизнь все кто-то достигает дальше работы все те кто не достигают они из-за этого но смотрите когда происходит эта пенсия человеческий мозг работает так что человеческий мозг держит только то что самое необходимое для дальнейшей жизни так если ты перестаешь чем-то пользоваться это начинает очень быстро и соответственно если ты выходишь на это не делаем ничего ровно через 6 месяцев то есть там я перестал двигаться у меня сейчас какие-то выше сидеть я сейчас перестану двигаться 6 недель 6 недель и тело не выбирает не нужно то же самое с ней ровными связями если ты не тренируешься мозг он просто выбирает соответственно человек через 6 месяцев не делает ничего он превращается у меня друг подал компанию купил яхту приехал он не женат из-за этого он сидел на яхте ему на вертолете привозили спортов разных каждый день и он через полу он вернулся из этого испуганный и создал 2 бизнеса и работу как служащих и что случилось что случилось он говорит он говорит каждый день я сажу свою яхту море фрукты берег второй день берег море фрукты 105 день берег море яхта фрукты девчонки бикини он испугался потому что на 105 день я в какой-то момент в розык трюса бегал по яхте девчонками с девчонками писал шампански и я понял что я стал как они он живет в осознанности он увидел себя со стороны и остановил это беспорядок но смысл истории очень простой все кто это делает проходят то же самое у меня другой друг испанцы решил не работать больше поездку и год наблюли только пляжи отдых он говорит просто через полгода мне звонили 10 раз меньше а через год даже когда я звонил не брали трубу ты просто попадаешь в общество ты не участвуешь в процессах и становишься не интересен людям как дела как дела как дела как дела сходу что не делал вообще массаж но вообще молочко работает сто восемь дней это уже все полная деградация тебе уже становится с ты начинаешь понимать все людей вот тут жутко получается это мне не подходит мне не подходит за этого баланс и не такой а как можно пенсию делать пенсия это хорошо отдохнуть и заниматься своим хобби обычно обычно а почему нельзя сделать как людей он говорит я каждый год несколько мини пенсий мини мини пенсия мини пенсия три недели да ты ты просто например это вкус не видно пенсия 6 недель 6 недель и так что я работаю 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 работа 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 5 немцы по поводу 65-х лет пенсия и все наконец и а почему не сделать как белки люди говорят я хочу свою жизнь вот этот же бельон который все хотят 65-85-20 лет я просто размажу по всей жизни да я говорю я нахожу я беру себе 6 недель 6 недель если ты смотришь на свою жизнь и ты ее делаешь балансированы не в дне, а делаешь балансированные месяца, делаешь балансированные года, чтобы у тебя в течении года ты говоришь, я дизайн архитектор своей жизни, вот я делаю дизайн своей жизни, вместе с женой, вместе с женой, как ты хотим свою жизнь, вот как, давай, а что у нас, миллион часов, куда так потратить, давай, сколько часов сюда, сколько часов поставить, а их этих часов дофига, да, и много, и ты начинаешь думать, когда что поставить, и тогда у тебя смешанная балансированная картина, да, еще по балансу, неправильный метафор, пройдя этот день, и вторая неправильная метафора, это баланс, потому что баланс очень тяжело, да, попробуй, попробуй этот стул баланс удержать, вот здесь жизнь, а здесь работа, да, ой, вообще никогда не надо, вот либо туда перекрещаться, либо туда, да, его никак не сбалансировать, еще это предполагает, что ты переходишь из жизни, из работы и так далее, да, типа, понедельник утра, жизнь заканчивается, начинается работа, спасибо всем, да, ждем пятницу, начинается жизнь, да, а как можно это по-другому, вот там метафора странная, да, странная, потому что на самом деле, жизнь и работа, это как-то одно целое, да, какую я нашел для себя метафору, которую я поделюсь, наверное, потом будет время заканчивать, метафора маховика, что знаете, что такое маховик, знаете, кто физик будет сейчас, да, маховик это такая чужая круглая шайба, да, если ее раскатить и поставить на палку, она как будто летает, потому что она держит баланс, сильно баланс, для чего существует маховик, например, двигатель, есть, например, двигатель с четырьмя цилиндрами, и там маховик обязательно, потому что если один из цилиндров, в то неправильное время зажегся, за счет маховика, она пробивает все равно, да, не ломается двигатель, 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 работает более ровно, это так, если я смотрю на баланс, как маховик, у тебя есть маховик, который принимает, маховик принимает энергию, ты очень много энергии нужно, чтобы его разогнать, но если он разогнат, он может давать энергию, он принимает энергию, когда много энергии он принимает, когда мало энергии он ее дает, да, этот маховик разгоняется четырьмя цилиндрами, первый цилиндр это отношение, отношение с супругой, отношение с детьми, отношение с родителями, все отношения, второй, это твое здоровье, детальность, твоя энергия, второй цилиндр, третий цилиндр это миссия, призвание, работа, финансы, активы, работа, вот все, о чем вы сейчас думаете, один цилиндр, ну-ка, один из, если у тебя работать только этот цилиндр, а все остальные болтаются, мы все хомо сапиенсы, да, мы как бы не все одинаковые, но все одинаковые, с точки зрения вот этих вещей, в чем четвертый цилиндр людей больше отличается, первые три цилиндра у всех, все хотят, а четвертый цилиндр, это уже у каждого что-то, у кого-то это музыка, у кого-то это музыка, у кого-то это все, у кого-то это креативность, у кого-то это религия, да, четвертый цилиндр, он такой спиритуальность, это уже более такая личная вещь, если эти четыре цилиндра, четыре цилиндра, работа, например, ты счастлив дома, да, ты приходишь на работу, как у тебя получается? лучше, да, как бы, если ты сейчас на работе, и ты приходишь домой, да, тебе тоже легче, тогда, маховик разгоняется, цилиндры работают хорошо, маховик разгоняется, забирает, потому что все четыре цилиндра, все четыре цилиндра работают, у меня такое ощущение, что у меня все четыре цилиндра работают, мой маховик сейчас набирает энергия, я вас смотрю, у меня слушает, даже снимаете, и сейчас маховик в огромное, огромное движение, и теперь приходит кризис, бизнес, бизнес цилиндр начинает, не в правильный момент зажигается, ломается, а что происходит? за счет маховика, заставляет его двигаться, подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще, да, и ты проходишь тяжелые времена, ты приходишь на эти встречи, ты не сбегаешь конфликтов, ты все равно сильный, да, тебе невозможно сбить стол, я за земля и дома жена, и ты прошел вот этот кризис, и двигатель начинает работать, потом у тебя, например, кризис в чем-то в здоровье, да, в здоровье, вот у нас было два кризиса на последние, это, к сожалению, обратная батарея, да, здоровье, мы живем, но у нас летает, да, смотри, а вот, что делать, что делать, потом радуешься, ух ты, как хорошо, что был какой-то филантроп, который все свои действия в Иисусу свою жизнь отдал, чтобы лечить эту болезнь, предпомнику, которая у тебя была видна, да, vale, и вот здесь, например, буксуют, ну, за счет работы, за счет чего-то, ты хорошо, вот у мой отец, я, кстати, не дешевле, но он, 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 это было то же самое, что у Стив Джобса, то же самое время, то же самое время. И он продолжал работать, потому что работа ему давала движение, энергию. Я сам энергично чувствую себя в своем кабинете. Он когда вылезать из больницы, просто полетел в свой кабинет. И поэтому, тогда, если человек все цилиндры работают, и махать хороший, большой, тогда это намного более устойчивая система. Мы ее разгоняем. Если она розовина, она может пройти очень долго. Даже если три цилиндра обвалились, ты можешь пройти очень долго. Вот это баланс. Когда мотор хороший, он ровно едет, он чувствуется как немецкий двигатель. Вот это то, что я вам всем желаю. Спасибо огромное.